2022 год объявлен главой государства годом детей. Областным филиалом фонда социального медицинского страхования в рамках специального проекта СЮЭКТЭБАЛА на профосмотр мангисталских детей было выделено 1 миллион 730 тысяч тенге. Для того, чтобы иметь здоровое поколение, родителям необходимо делать акцент на профилактике заболеваний, в своевременном обследовании. Сегодня в нашей стране существуют программы, которые позволяют на ранних этапах выявить те или иные проблемы, связанные со здоровьем наших детей. Во-первых, это комплексный подход по планированию семьи. Во-вторых, беременные могут пройти трехкратный пренатальный скрининг, который даст возможность на ранних этапах выявить пороки и патологии развития плода. В-третьих, в роддоме новорожденному проводится неонатальный скрининг. Проводится в нашем роддоме аудиологический скрининг, который направлен на выявление, на обнаружение патологии. У нас есть еще скрининг на врожденный гипотиреоз и фенилкетонурию. Там выявляются детишки. У нас есть около пяти детей с фенилкетонурией, они стоят на учете. Вот эти заболевания, тяжелые фенилкетонурии, оно выражается, нарушение обмена веществ идет. Здесь итог, если ребенка не лечить, то есть его не вылечить, не найти, не выявить, и его не лечить, ребенка это результат фатальный, конечно. Здесь ребенок, фенилкетонурия может развиться умственно отсталость сильно, это очень тяжелые последствия могут быть. Хотим отметить, что все дети до 18 лет проходят профосмотр бесплатно, так как входят в льготную категорию и страховые взносы за них платит государство. Учащимся и воспитанникам ДДУ предоставляется помощь в медицинских пунктах школ, детсадов и других организациях. Чем важна данная практика? Тем, что охватывают всех учащихся, ведь некоторым родителям некогда водить детей в поликлинику, просто с профилактической целью. То есть, находясь в школе, ребенок находится под постоянным вниманием медперсонала. В данное время у нас школьная медицина есть. В школе медицины в основном дети от нас в поликлинике организуют медосмотр. Ежегодно мы, план медсестры, врачи в школе медицины, они сами готовят медосмотры, каждый по школам. У нас 8 школ. Ежедневно в прошлом году у нас профосмотр было. В школе медицины там 18 тысяч 76 детей прошло. Из них выявлено детей, 225 из них выявлено заболевания. В основном от этого посмотреть, там миопия с глазными заболеваниями в основном у детей. Так как я это считаю, связано, у нас был карантин, с этим связано. В то время все использовали планшеты, компьютеры и сотовые телефоны. В этом году на данные профилактические осмотры выделено фондом 1 миллион 730 тысяч. Теньги из них это профосмотры новорожденных детей от 0 до 5 лет, это около 616 тысяч. И профосмотры детей в рамках школьной медицины здесь уже выделено более 1 миллиона 114 тысяч. Сразу хочется сказать, что в данные виды профосмотров не входит лечение. То есть это только профосмотр, когда русский специалист, например, лорок, улист, хирург, нейропатолог осматривает на своем уровне. А уже при выявлении определенных болезней, когда уже требуется непосредственно лечение, то это уже, конечно же, в рамках другой программы выполняется. В современной медицине ключевое значение имеет профилактика заболеваний, убеждены специалисты. Поэтому и другим вопросом оказания качественной и своевременной медицинской помощи жители могут обратиться в службу поддержки пациентов в поликлиник либо в филиал ФОМС нашего региона по телефону. 8-7-2-9-2-70-12-45-70-12-46 Жанна Ермаганбет, Надржан Спандиар, Новости.